С окончанием дачного сезона нередко на участках появляются непрошенные гости. Несколько садоводов Барабинского района уже пострадали от неизвестного злоумышленника. Поставили даже видеонаблюдение, но вычислить его пока не удается. Что искал человек в маске и как владельцы собираются защитить свое имущество, узнавала Оксана Тимошенко. На прогулку по садам злоумышленник выходит, как правило, ночью. В неприметной одежде лицо прячет под маской. Через вот этот вот забор он прыгает как будто спортсмен с двумя сумочками. Молодого человека, вот. И правда он тренированный, так вот прямо это видно на видео. Он ходит так легко по садам. Садоводы внимательно изучили видеозаписи и пришли к выводу, что промышляет один и тот же человек. Все, что в домике полезного лежит, он все забирает. У меня даже есть видео, вот сад мой, вот он на выходе здесь. То есть он идет уже, уже что-то наворовал. У него за плечами рюкзак, в руке рюкзак и пакет еще. Он выходит подготовленный, надевает наголовую балаклаву. То есть видны только, соответственно, его глаза. Галина Морозов на своем участке живет с ранней весны до поздней осени. Сейчас дачу законсервировала. На садовый участок приехала, когда увидела по камере видеонаблюдение, что к ней пожаловал непрошенный гость. Все перевернут, все перепачкают. Крупу, если что, все рассыпят, все нагадят, нагадят. Бессовестные, что ищут, не знают. Везде злоумышленника обернулся бюджету семьи Вавулиных ущербом в 10 тысяч рублей. В нашем доме он, значит, сломал три окна, стекла побил, ставни сломал. Пытался в дверь проникнуть, но у нас все решетки, поэтому, возможно, он не мог попасть. А так все натворил. Заявление в полицию потерпевшие уже написали. Новости ОТС будут следить за развитием событий. Тем временем владельцы участков намерены оборудовать садовые дома автономной сигнализацией. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.